Вот здесь была старая дорога. Новая это и не было. Тут была старая дорога. Вот там был мост. Я сама еще помню эту дорогу и помню, как старый мост стоял, а этот новый строили. И вот когда в Шарпушни начали расстреливать Еврею, они бегли, бегли этим полем, бегли этим полем. А с глубокого ехала машина с солдатами, с немцами. И они поставили, мама говорила, здесь на пагурок был такой. Поставили пулемет и начали их расстреливать, как они бегли. И тогда мамка поховала деток своих, пятера была, так, когда был на войне. Подпол. Там уже летом картошки не было, и она поховала деток подпол под этот. Они стали ходить солдаты по хуторах, искать, может, где кто приховался людей. А тетка увидела, я ее была за сыраем, почти нажита. И она увидела, что немец подошел и в жите нашел яурейку. И она была с маленькой девочкой. Ей годы четыре, до пяти была эта девочка. Но и они были белокурые, волосы у них были белокурые. И у девочки это. И когда... А тетка стояла возле окна, так за ушка глядела, что это робится. И он кричит на ей, Юда, а она нет, я полка. Я очень хорошо это все помню. Потом говорит опять. Нет ты, Юда, а она нет, я полка. И когда он ей выстрелил, эта женщина упала сразу. А у девочку, мне на всю жизнь осталось это в памяти, что у девочку пять пуль усадили, пока она все отрпахала. Я у мамы задавала вопрос. Мама, ну че, как вы девочку не сховали? Надо было под пол. И она говорит, мам, доченька, нас бы у всех расстреляли, если бы нашли, потому что у всех хутора проверяли. Потом с хутором встали, которые были мужики, не пошелши на войну, у кого были кони, собирали этих мужчин, повозки. И вообще трупы, которые где были, они должны были привезти. Тут яму выкопали. Даже тетка моя говорила, она ходила, помогала копать эту яму. И они тут начали их уже свозить, шкидывать в эту яму и закапывать. Годы где-то четыре назад, а может даже более, начали орать вот это поле совхозное. Тракторист был наемный, нанимали трактора и орали. Потом ему сказали, что на что ж ты оборал, это ж тут люди похованные. Он говорит, я не знал. Но все равно там место это я нашел. Вот как вот такие бугор идете, вот такие ровные, ровные бугор сюда, сюда и сюда. Четыре такие, квадратные такие часы. И вот когда мы приходили с братом сюда, находили пульки. Теперь же, конечно, ничего нет. Это где-то, может, 55-6 год, вот такое вот время мы находили еще пули. Да, и он и мало было. Тут еще была такая вот... Видишь, уже чуть не до гнилухи, сау-хима берали. А тут же было просто пугурок таки, стешка. И этой стешкой мы бегали все время в Малонку туда, в деревню. Мне чему-то с детства осталось это болючу в памяти. Это маленькая девочка. Что я ей вот так вот, что вот так вот людей. Я не знаю, чему наша власть так хладнокровно отнесла. Вот у Шаркушни там, где есть климаслозавод, то я кладбище. Ну, там вроде говорили, благоустроено. А тут так все и осталось.